Хей, привет! Я до сих пор клюнули лист, я до сих пор люблю палки, я до сих пор снимаю для вас видео. Думаю, каждый второй кв-шник знает острозубку. Да что там каждый второй? Она пославилась на весь фандом. Но в хорошем ли свете? Все мы помним мой шедевральный недоразбор на нее пару месяцев тому назад. Что ж, считайте это его продолжением. Дисклеймера не будет. Прошу простить меня за шумы на заднем экране, потому что у меня там попугай. Вот, послушайте. Он учится говорить, я мешаю его таланту развиваться. Итак, острозубка существовала аж с 14 февраля 2021 года. Хотя я и половина остального рокового фэндома узнали о ней только в начале-середине 2024. И вот, три недели назад она ушла. Ушла с 6к на канале. Хелп, что? Хорошо, это разберем чуть позже. Кто рад, что она ушла, кто нет. Сказать вам откровенно? Я рада. По большей степени да. Я думаю, ни одной мне не очень был приятен этот переполох, поднятый ее каналом. Что за переполох? Реакции. Для меня на самом деле это самое противное, что есть на нашем роковом фэндоме. Так если бы эти еще поливы нечистотами были более подробными. Но в видео острозубки видим только рофл. Подобный рофл называется хайп. Но зачем он ей? Неужели не важнее, чтобы видео было реально по фактовых советов много, а не просто рожать на ту сторону экрана? Недавно я нашла пульт ядерки, и меня бомбануло в комментарии какой-то каштаницы, которую я вижу впервые, но все же. Вот скрины нашей лютой переписки. Каштаница девушка хорошая, мне нравится, не думайте. Но все-таки плакать хочется, когда она в своем же названии, ники, хэлп, название канала пишет Коштаница. А ведь это указывает на то, что девочка примерно в 3-4 классе. Не осуждаю за возраст, но он тоже имеет некое значение. Надеюсь, после этого видео Каштаница и фанаты Астрозубки не загрызут меня как Муму-2. Переходим к самому, на мой взгляд, интересному. Астрозубка уходит с канала. Почему же? Давайте послушаем. Что мы можем здесь вычитать? Астрозубка уходит с канала, по большей части из-за хейтеров. Говоря, что часть фандома ненавидит ее. И все бы хорошо, но тут она говорит про то, что на это повлияли еще очень интересные две особы из ее лагер. Две девочки-соседки забулили ее, каким-то образом узнав, что она Астрозубка и что снимает КВ. И это такой, наверное, характер Астрозубки. Но кто бы серьезно стал уходить с канала из-за каких-то двух нен-левых. Ладно, давайте признаюсь, мне бы лежали Астрозубку в двух ситуациях. Когда какие-то агролюди хотели сделать на нее фейк. Очень злой фейк, тоже агро. И с этими барышнями двумя тоже. Про фейк я уже сказала свое мнение в прошлом видео. На самом деле Астрозубка по большей степени вела адекватную сторону своего существования на ютюбе. Но я хочу вспомнить ее конфликт с Рожехвостой. Я не помню ее имя. Аустро уже удалила это видео, простите. Рожехвостая делает разнос на Астрозубку, которая адекватным едва язык повернется назвать. Хотя она как ни крути, ей дело говорила порой. Потом мы получаем от Астрозубки ответку. Волну такого лютого хейта, что Рожехвостая решает прикусить свой длинный язык и становится ее фанатом. Но самое интересное и правильный ли поворот этого сюжета? Хорошо. Я тоже была фанатом Астрозубки. Лютым, скажу даже. Но потом я посмотрела на нее с другой стороны. И эта сторона меня в ней вообще разочаровала. Фанаты Астрозубки. Наверное, даже Астрозубка не так плоха, как ее фанаты. Если у Астрозубки еще есть что-то по типу красивого монтажа, то у ее фанатов кадр лезет на кадр, да звук выше в трубочку завязывает. Еще хочу посетить кое-что. Мы знаем, что Астрозубка примерно в пятом-седьмом классе, не так ли? Хотя голос ее заметно тянет на более младший возраст. Но об этом мы забудем. Голос не главное. Она говорит, что пишет экзамены, а потом минут час мы видим ее в маске квадробера, да и по росту мы видим то, что она точно вряд ли еще оторосла до экзаменов. Нет, я ни в коем случае не против квадроберов, наоборот, я их люблю и защищаю. Но глядя на Астрозубка мы видим, что она примерно в третьем-пятом классе. А в таких классах экзаменов не бывает. Бывает только в ЭПР. Если Астрозубка смотрит это видео, то я хочу, чтобы она знала. Все же. Она молодец. С достоинцем принесла большой хейт. Или не перенесла, но все равно молодец. Не каждый сможет. Я искренне надеюсь, что у девочки в жизни все хорошо, что скоро забудет она об этом канале и будет жить дальше. Счастлива и свободна. Никого не боюсь, не оглядываясь по сторонам, боясь, что ее заметят. Удачи ей просто. Ну а на этом и мое видео подходит к концу. Помните, что мои комментарии всегда открыты для вас. А еще я хочу попросить вас посмотреть вот на этот шедевр искусства, который я рисовала под моим сценарием для видео. И да, я пишу в заметках. Спасибо.